Всем привет дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала. Сегодня мы будем проходить очередной квестовый мод под названием Черные Врата. Мне его посоветовал подписчик, сказал хороший мод. Я почитал отзывы, собственно почему бы и нет, давайте доверимся вкусу моих фанатов или подписчиков. И так сказать, пройдем не глядя. Основная завязка мода будет развиваться вокруг какой-то могилы и что-то там про 5 врат. Судя по всему мы их должны будем пройти. В отзывах было также сказано, что есть элементы хоррора, поэтому почему бы и нет. После добавления мод в директорию игры у вас на карте появится отметка. Я сейчас спускаюсь с ветреного пика, так как было написано в самом моде. Чтобы попасть, ну, вот куда-то сюда, наверное. Воу. Хорошо, ноги не переломал. Уже хлеб. Гробница неизвестного. Ну что ж. Какого протяжения мод, то есть временного протяжения мод имеет я, в принципе не знаю, поэтому... Ну что ж. Будем смотреть, познавать первый взгляд. Let's play. Слепое прохождение. Где я? Как я здесь очутился? Озвучка. Клама раскалывается. Постой. Я сплю. Что это за место? Я помню девочку. Такую маленькую и беззащитную, ищущую своих родителей. Спуки литл щит. Ну ладно. Хоррор. Я люблю хорроры. Посмотрим, чем ты меня удивишь. Так. О, так у меня... Хотя... Но оружия у меня нет. Броней тоже. Буду играть своим обычным персонажем. Пока оружия нет, сопротивляться и брыкаться не буду. Вот это вот все мы возьмем. Потому что... А вдруг там будет кузница? Вдруг это такой суровый мод, что прям... Кобец. Золотишко тоже. Ладно. Найти выход. Пока амнезия. Пока амнезия. И надо бы свет включить. Я так думаю. Свет свечи. М-м-м-м... Да, наверное. Че, метро провели в Скайрим? Здорово. Сейф. Погнали дальше. Че это? Держи шкуру. Подойдет. Летучие мыши. Обожаю летучих мышей. Они такие милые. Особенно, когда боятся. Так, это нельзя собрать. Нам ничего не спрятали. Тут все заложено. К сожалению. Гаргуля. Слава богу, что ты не вылезла. У меня оружия нет. Пришлось бы, могее тебя затрачивать. Че. Ну да ладно, идем дальше. Кого-то мучают. Кого? Тут ловушек нету, надеюсь. Отзывы, кстати, были довольно лестные. Но они разделились. А кто-то говорит... Очень интересный и довольно страшный мод. А кто-то говорит, что, ну, тупо, все тупо. Все не очень креативно. Поэтому, ну, не знаю. Почему вы положили здесь зелье? Это меня напрягает. Если придется лечиться, то плохо. Так, че это такое? Человеческое мясо. Хм. Здорово. Мне нравится. Сразу видно. Добряки тут живы. Добряки. Так. Затуп. Потому что я... Потому что я не увидел цепочку. Если они будут ли их так ныкать, то это... Ну, не очень весело. Хотя... Посмотрим. Как будет сюжет развиваться. Надеюсь, он тут есть. Я очень скептично отношусь к квестовым модам, к Скорим. Да. Я помню. Меня зовут Натан. Натан. И существует дверь. Снова и снова эта дверь и... Девочка. Маленькая девочка. Девочка. Маленькая девочка и дверь. Здорово. На самом деле здорово. Не знаю, зачем я закрыл эту дверь. Ух ты. Что-то было. Что-то за припадок. Я уже думал, там, не знаю, сейчас... Эндер выскочит и лечит. Не шуми. Я, во-первых, амнезию прошел, во-вторых, и сталблоуера прошел это дополнение. Так что мне бояться нечего. Я так себя успокаиваю, если что. Ну, такая напряженная атмосферка, честно скажу. Наверное, это стоит выглядеть без фонаря. Но мне так спокойнее. Что-то было. Что-то мигало. Вот. Прекрати немедленно. А то я уже нервничать начинаю. А когда я нервничаю, я часто сохраняюсь. Ух ты. Знакомая дверка под фланг. Никому не известно происхождение врат. Кто их создал, откуда они появились. Все началось 150 лет назад. В соседней деревне пропал юный мальчик. Через пять дней его, тощего, бледного и ужасно напуганного, обнаружили в лесу. Он так никому и не рассказал, что произошло. А через два дня спустя он был найден. Он повесился на стропилах деревенского амбара. Так открылись первые врата. Соберись, Натан. Надо идти. Ты должен идти. Не знаю, зачем я это делаю. Просто делаю, чтобы делать. Кодекс Малаката. Знакомая книжка. Про главное божество орков. Че бы не забрать-то? Халява же. Не, ну тут вода, но я не пиздо. Ха, изи. Не оборачивайся, не оборачивайся. Просто идем дальше. Найдите оружие? Ты серьезно? Где? Где мне найти оружие? Если ты хочешь, чтобы я нашел оружие, подскажи. Хотя бы в какую сторону. Ну ладно, ладно. Я не боюсь. Пока еще. Пока еще не боюсь. Так. Угу. То есть, вот это сейчас серьезно, да? Там невидимая стена, да? Ах, блин. Ну и ладно. Невидимая стена, так невидимая стена. Ты думаете, я боюсь? Нет. О-о-о. Это мне нравится. Не, я бы мог, конечно, сейчас четырить и телекинезом подтянуть это все, но... Ну, это не читерство, когда ты это умеешь. Напоминание. Убрать оружие. Кнопка. И... Кажется, здесь не все. Что? Что здесь борьба? Кнопка, решетка, что-то... Нужен ключ. О-о-о-о. Ну. Ну, это уже... По-нашему. Не стильный шлем, это не так. Бонитовые стрелы. Ну. А че там еще было? А, просто стрелы, да? Ну, давай, деваться, че. Бонитовая броня. Шлем. Щит нам нужен? Не уверен. Ну, я блокировать не могу. Ну, да и хер бы с ним. Что, проблема, шо? Так нашинкую. Может, я там че-то пропустил? Да нет. Вряд ли. Абонитовое оружие. Хм. С кем же мы тут будем драться? Ого. Так. Я, кажется, понял. Наверное, придется брать щит. Либо два меча. Ладно, щас поставлю магический свет. Вызбранное. Два меча. Так будет легче. Че за скримеры? Фу, таким быть. Это недостойно. Давай по одному. Или там дверь. Хороший топор драугера. Ой, пацаны. Ой. Надо звук выкрутить, а то в следующий раз эти скримеры просто кого-то до усрачки доведут. Ну, спасибо. Спасибо, загадочный добрый человек. Че бросил тут эту штуку, но она мне, в принципе, не нужна. Ну, надо ладно. Будем благодарны. Ой, блин. Напугал до усрачки. Пока примитивно. Очень. Спустя пять недолгих лет после исчезновения пропал еще один мальчик. Двумя неделями позже караван наткнулся на тело ребенка, который, судя по всему, утопился в болоте. Таким образом открылись вторые врата. Угу. Таким образом открылись вторые врата. Насколько я знаю, врат всего пять. Чёртовы лабиринты. Чёртовы лабиринты. Там уже идёт кто-то по мою душу. Не успел. Зачем вы так? Я аж славный мам. Я Алдуина манал. Вернёмся тем путём, которые пришли. Я должен идти дальше. Я не против. Не могу оставаться. Не могу быть слабым. Не, озвучка моё почтение. Без фанатизма. Нравится. Я просто боюсь, что у меня со спины ещё кто-то зайдёт. Ты кто такой? Без палач? Ну, хоть палачи не пойму ему левелу. Уже хорошо. Да. Древне-нордская стрела, лук. Ничего особого, конечно. Идеальное зелье магии. Почему он здесь? Или кто-то имеет надежду на то, что мы тут магией пользуемся? А, сказал человек, который постоянно зажигает магическую свечу. Ну, благо запас у меня магии большой. Переживать нечего. Да ты посмотри, какой щедрый ты молодой человек. Казалось. Чё ты вот это вот светошум устраиваешь мне тут? Слышь, а может у тебя что-то есть? А то я их так прохожу мимо и не облатываю. Не, вроде, ничём. Дергуля. Дайди сюда, бразь. Хороший, кстати, выбор. Бонитовые мечи. Достаточно сильное оружие. Хотя я уже привык к показателям свыше 300. Ну, с каждого ствола, разумеется. Ну да ладно. Открывай. Странное, странное подземелье. Сразу видно, что человек подошёл с фантазией, конечно. Давайте по одному. Ребят. Что ж вы как... Как это, как нелюди. А, ну, в принципе, и так нелюди. Чё? Чё там было? А ну, заходи. Не-не-не-не-не. Ого. Хороший удар. Понравилось. Благо, ты тут такой один. Так. Пойдём дальше. Пойдём дальше. Аха-ха. Прекрати. Да серьёзно тебя, говорю. Прекрати. Завал. Хорошо, что тут нету вот этих припадков, как было в... Господи, как это место называется? Царство Кермиоса Мора. Как это было страшно, не поверите. Чуть не обоссался. Примитивно. Примитивно. Надеюсь, вы не оглохли. Простите за этот цветошум. Блин. Надеюсь, никто не оглох. Эти заставки настройками игры не регулируются, к сожалению. Поэтому, ну, вот такое происходит. Но какой-то определённый психологический эффект оно, конечно, возымело. Да. Испуг от неожиданности, разве ж. Да ладно. Серьёзно? А через год исчезла девочка. Спустя шесть дней поисков, селяне нашли её бродящей по лесу. Чтобы помешать ей навредить самой себе, они посадили её под замок ради её же собственной безопасности. Труп девочки обнаружила мать, когда принесла еду. Её запястье. Чё-то там с её запястьем, простите. Хотел свечу зажечь, что-то протупил. Больше так не буду делать. А весь пол был в крови. И это открыло третий вратан. А, наверное, запястье было перерезано. И, ну, собственно, девочка покончила жизнь самоубийством. Но это так моя догадка, конечно. Не знаю, зачем я собираюсь из них золото. Знаете, старая привычка. Старая, эскаринская привычка. Так. Наше дело правое, поэтому идём всё время на право. Ты с воинным дуалом дерёшься, балбес. У тебя никаких шансов не было с самого начала. Вот это палево, кстати. Нет. Хм, странно. Я думал, опять провалится. Эк. Пойдём прямо. Там вроде враг. Не пробую. Блин. Так, спокойно. Не очкуем, не теряемся. Свет пропал, кстати. Так. Блин. Не проб. Шо ж такое? Холод. Тьма. Тьма. Холод. Страх. Боль. И унижение, да? Смерть. А, смерть. Да ладно тебе, господи. Открывай. Отворяй калитку. Оп. Блин. Слышь. Девочка, привет. Только не кричи сильно, ладно? Нужно что-то? Нет, девочка, ничего не надо. Всё в порядке. Так. Давайте сразу врубим свет свечи. Чтоб уже больше на это не отвлекаться. Это, судя по всему, её игровая. Демон. Таящийся. Непонятно где. О, перчи. Давайте возьмём перчи. А там и без перчаток вообще. Красивая нахер. Ну, вроде норм. Сапоги, может, даже нормально быть. Ну, вот уже.